все привет и добро пожаловать на мой канал меня зовут датси и сегодня у нас вторая часть выпуска в котором я отвечаю на все ваши комментарии отвечаю на все ваши вопросы и также зачитываю ваши самые интересные истории на тему рождения детей на тему того как вы справляетесь с вашими детками после родов так как комментариев ваших огромное количество то без лишних вступлений приступаем к делу и первый комментарий от маргариты которая откомментировала видеоролик мое восстановление после родов даться огромное спасибо за ваше видео вы такая красивая и от вас так много позитива исходит спасибо большое стараюсь я начала смотреть ваши видео перед своими родами малыш появился на свет 8 мая поздравляю вас и сейчас продолжаю смотреть интересно сравнить опыт материнства вы раскрываете после родовую тему как никто другой что очень важно да одно дело родить а совсем другое жить после родов это точно потому что даже когда я была беременна и все внимание было сконцентрировано на беременности потому что тебе нужно быть ответственной матерью тебе нужно в себе взрастить здоровенького малыша и на родах потому что роды пугали родовые всякие истории влоги они действительно приводили в ужас и ты задавалась всегда вопросом как же будут проходить твои роды и на что же все-таки это похоже но вместе с этим никакого внимания не уделялось жизни после родов и особенно после родовому периоду которые на самом деле для меня явился ну наверное сейчас можно сказать большим шоком нежели чем сами роды очень интересно было в одном из видео где вы подняли вопрос языка общение с ребенком у нас тоже интернациональная семья я русская из латвии муж испанец но с родителями он на немецком говорит а дома на испанском и на английском очень интересно какое влияние это окажет на ребенка интересно но чисто интуитивно с первых минут малыша в этом мире я с ним на русском говорю я тоже из риги и такой вопрос для паспорта вы фотографировали малыша в фото салоне или в паспортном отделе так первое по поводу языков я абсолютно убеждена что билингвальные дети они очень хорошо развиты это только лишь плюс для ребенка я сама выросла в билингвальной семье конечно у нас языков было всего два но тем не менее потом уже выучив третий язык я знаю что знание языков это огромный плюс и видя усилия своих сверстников школе которым не так может быть легко давались языки я понимаю что если с рождения мой ребенок будет знать английский к примеру и русский то это ему будет большой большой плюс и в школе он не будет так сильно мучиться как может быть это было бы если бы я с ним например не стала бы разговаривать на английском языке и конечно же это нормально что вы интуитивно с ним на русском говорите потому что это ваш родной язык у меня есть такая история пока я нахожусь в латвии с мамой мы говорим на латышском то часто с рэмом я разговариваю на латышском это просто автоматически происходит когда я пишу видеоролик например для арса то конечно же с ребенка говорю по-русски потому что автоматом я знаю что ну раз должен понять что я малышу говорю и посерединке где-то я уже начинаю с ним разговаривать на английском языке плюс ко всему у нас днем когда активный период и бодрствует малыш у меня всегда в нон-стопе на компьютере что-то там вещает на английском языке я часто смотрю всякие программы и развлекательные и научные всякие разные и вот эти программы и английский язык у рэма уже на слуху в нон-стопе поэтому в общем его обучение я уже начала считаю что это правильно и хорошо по крайней мере для нас так и по поводу паспорта нет в паспортном столе не фотографируют то есть у нас вот офис миграционной службы где оформляется оформляются паспорта младенцев там не фотографируют потому что физически это невозможно то есть ты не можешь младенца поднять на фоне белой стенки его держать еще заставить его открыть глаза это невозможно то есть это нужно делать фотосалоне заранее убедившись что они фотографируют младенцев так как там они кладут их то ли на подушку то ли на какую-то на какое-то основание потом это все шопят добавляют белый фон и так далее то есть это происходит лежа если вы планируете фотографировать малыша в риге я могу вам посоветовать сразу же отправиться в рижский роддом на улице мера собственно там где я рожала и там на первом этаже есть фотограф то есть вы у охраны можете спросить где фотостудия и этот фотограф знает как фотографировать для паспорта для виз разных стран какие стандарты и он прекрасно вам малыша сфотографируют так следующий комментарий под нашим влогом с рэмом где мы таскались по магазинам и и показывали вам наш день елена рубинштейна пишет чудесный малыш заметно подрос общительный такой умничка спасибо вам большое скорейшего воссоединения с папой работаем над вопросом порадовалась ассортименту детских вещей магазинах латвии да я тоже очень рада мы в российской глубинке живем с небогатым выбором но местные производители радуют и есть что скупить на всю голову беременной бабушки в ожидании долгожданной внучки я очень рада на самом деле да и согласна что местные производители часто производят очень очень прекрасные вещи для новорожденных как например кроватки или игрушки особенно деревянные игрушки мы тоже в общем то в поиске таковых и также елена пишет готовлю стать бабушкой и с удовольствием смотрю ваши влоги спасибо елена я правда не знаю чему я могу вам быть полезной потому что вы же все-таки уже с опытом если вы бабушка и на самом деле к вам нужно обращаться за советами искренне пишет переживаю радуюсь вместе с вами я тоже с первым ребенком ему сейчас 32 года набрала много 24 килограмма и они очень быстро ушли без особых усилий в заботе о ребенке рада что вам удается бороться с весом и выглядеть прекрасно ваши мужчины могут гордиться вами здоровья и счастья всем вам елена огромное вам спасибо вас поздравляю с вашей маленькой долгожданной внучкой очень-очень надеюсь что она принесет вам огромную огромную радость как такой замечательной бабушки которая так сильно ее ждет к нашему видеоролику где мы объявляли сарсом имя нашего малыша катюша лайв тиви мне пишет сколько любви вашему взгляде к сыну с удовольствием подписалась на ваш канал единственный вопрос почему так мало подписчиков удачи и благодарных вам подписчиков катюша лайв тв спасибо вам большое подписчиков на самом деле становится все больше и больше и канал начинает потихонечку расти по крайней мере более стремительно чем это было раньше и поэтому я думаю и очень надеюсь что не знаю вот пройдет еще пару месяцев и мы уже сможем гордиться такой приличной цифрой и комментариев и подписчиков и лайков на моем канале так что спасибо вам большое за поддержку настя пишет какая вы приятная малыши очень повезло с мамой будьте здоровыми и счастливыми спасибо вам огромное из айкин буги пишет мне под видеороликом где мы были в детском магазине 17 евро вау максимум на месяц в швеции можно и дешевле одежду на малюток найти конечно и в риге тоже намного дешевле одежда для малюток это просто вот та конкретная одежка которую я так сильно хочу и вокруг которой я слюнявлюсь уже вот два месяца вот именно то стоит по 17 евро один водик и да я его повесила обратно в очередной раз не знаю может быть когда-нибудь я созрею купить но сомневаюсь там еще эти как его бетловки в латвии моих бетловками называем водолазки в россии по моему батлонами в общем нет не знаю водолазками их называют то есть он даже водолазки есть на новорожденных красота елена владимирова мне пишет здравствуй дорогая даться спасибо за такой интересный видеоролик и видео шоппинг малыш твой лапочка так и хочется его на руках на ручках подержать спасибо большое даться поговори пожалуйста с нами про твои ощущения восстановления после родов какой период тебе было очень трудно и в какой период ты почувствовала что отошла от родов и полна сил думаю что всем мамочкам кто планирует беременность такая информация будет полезна ты ведь недавно все это испытала я вот уже подзабыла кое-что например чтобы ты посоветовала если бы старший ребенок пошел в школу и в этот период мама родила ребенка как по твоему как по твоему мнению будет чувствовать себя мама ведь ребенка старшего надо вовремя поднять школу потом делать уроки и так далее или все же маме будет легче когда после родов пройдет два месяца то есть если мама родит в июне или мама родит в сентябре а это имеется ввиду когда лучше рожать окей также прошу отозваться и написать свой опыт уважаемых подписчиков всем желаю счастья и добра елена спасибо тебе огромное за такой отличный комментарий значит так первое по поводу восстановления после родов по поводу восстановления я уже рассказывала в своих видеороликов оставлю линки под этим видео для того чтобы вы смогли их посмотреть это раз второе самый сложный период моего восстановления это на самом деле но наверное эти и есть первые шесть недель первые пять четыре недели это был просто ад когда мне было очень и очень тяжело я восстанавливалась с трудом то есть у меня швы не заживали и даже когда они зажили вроде бы они снова раскрылись и воспалились у меня был лактостаз у меня было что еще у меня было соски у меня жутко были уничтожены моим ребенком и плюс ко всему я все забываю рассказать я где-то как-то наверно меняла памперс еще тыкнул себе в глаз и воспаление на глазу у меня началось то есть я вот просто как сутулая битая собака тут передвигалась по дому и не могла просто прийти в себя плюс ко всему шок после родов да он у меня держался долго 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 и сейчас наверное могу сказать что именно сейчас 10 почти 10 недель моему малышу я только-только пришла в себя во первых потому что я поменяла отношения в своей голове второе прошли физические боли физическая боль она тебя просто убивает она тебя уничтожает и делает всю твою картину и перспективу очень и очень грустный поэтому в тот момент когда прошли физические боли мне стало намного легче это 2 потом я взбодрилась в тот момент когда у малыша прошел первый скачок роста и когда он утихомирился и когда я смогла его скажем так приучить к самостоятельному засыпанию и ко сну потом еще сильнее взбодрилась когда мне позвонили и сказали что его паспорт готов и что у меня уже появилась конкретная дата когда я знаю что я увижу своего мужа когда он сможет увидеть ребенка когда мы сможем воссоединиться и поехать обратно домой и сейчас вот осталась неделя до его приезда я уж совсем какая-то добрая позитивная и так далее хотя бывают и сложные дни бывают действительно сложные дни когда рэм капризничает когда он вне себе и когда с самого утра он просто мне взрывает мозг по самой не балуй и я просто в ужасе я психую я реву я плачу особенно когда мне еще нужно записывать видеоролики у меня это не получается то я вот прям в сильном сильном уныне тогда я начинаю пить валерианочку но не сама валерианочку а чай с валерианочкой больше воды я дышу и я стараюсь себя успокаивать вот поэтому раз на раз не приходится есть хорошие дни есть сложные дни но в целом и в общем вот сейчас к 10 неделям жизни моего ребеночка я наверное чувствую себя наиболее хорошо если сравнивать с самым началом но и в принципе я наверное такой человек что мне будет более комфортно вот лично мне как человеку с ребенком когда он немного постарше когда он уже более скажем более развит когда он не такой хрупкий когда он не столько от меня зависит потому что пока младенец совсем малюточка он прямо тебя на сто процентов зависит даже как ты головушку возьмешь от этого будет зависеть то как будет развиваться его шея его суставы его мышцы его спинка и все остальное то как ты с ним разговариваешь как он спит да абсолютно все от тебя только зависит а в тот момент когда ребенок немного более самостоятельный или по крайней мере он уже сидит он уже держит голову то психологический мне кажется для меня будет легче потому что мне как минимум будет казаться что я уже ну как бы прошла тот момент когда я могу его сильно повредить когда ребенок уже ну уже окреп и уже немного меньше шанс того что мамаша делает что-то не так ну мне так кажется хотя ладно я могу долго умно разговаривать рассуждала умно и во время беременности до рождения малыша посмотрим как как она будет когда ребенок действительно уже немного подрастет так следующий вопрос по поводу школы слушайте ну в принципе мне кажется когда есть старший и младший ребенок то лучше всего просто все планировать заранее я на самом деле по складу ума такой человек что мне нужно планировать для моего спокойствия чтобы я не сходила с ума муж у меня ровно такой же минус этой всей истории если что-то идет не по плану ты просто теряешься ну да ладно сейчас не об этом и когда мне кажется ты планируешь 2 ребенка и ты 1 будешь отправлять школу то действительно первое планировать свои роды на тот момент когда лето например может быть если опять же если у тебя есть возможность например ребенка отправить в лагерь ребенка отправить к бабушке или иметь эту помощь какую-то дома с двумя детьми тогда конечно же ты можешь планировать свои роды например там на июнь для того чтобы вот первые три месяца прошли без вот этих сбора в школу и так далее если такой возможности нет там отправить ребенка куда-либо или как-то иметь возможность помощи чтобы кто-то занимался старшим ребенком тогда мне кажется не проблема рожать малыша вот на период сентября когда старший идет в школу может быть будет легче ухаживать за младшим малышом пока старший в школе как подготовиться и как как это все физически сделать ну не знаю например я бы наверное вот так с головы сейчас если думать я бы например обеды завтраки одежду там сумки и все остальное готовила бы заранее с вечера вот положила детей спать и подготовь контейнер с обедом малышу в школу подготовь сразу контейнеры например завтраками мужу в том числе подготовь сразу одежду вот прям комплект поставить что ребенок оденет сумку рядом поставить и в общем то так чтобы утром проснувшись чтобы твой старший ребенок мог максимально легко и быстро собраться и папа мог его отвезти в школу мне кажется как то так но по крайней мере вот эту рутину каждый для себя свое находит но тут так то так же на ю тубе кстати посмотрите видеоролики мамочек которые имеют нескольких детей я в основном смотрю на английском языке то есть американских канадских австралийских блогеров если вы говорите на английском то тоже можете поискать если не говорите то можете посмотреть и найти что-то на русском языке следующий комментарий поддали это на мой вопрос где я видеоролики спрашивала девочек из санкт-петербурга где есть крутые детские магазины подобные тому что я показывала в риге и дарим не написала что в галереи можно и там найдется все что необходимо надо галереи это самый первый наверное мой выбор куда бы я отправилась в первую очередь также смуки мне пишет к видеоролику беременность 10 11 недель это давний давний ролик моей беременности о том как это было все ужасно вас очень приятно смотреть ваша история с врачом напомнила мне визит гинекологу лет 10 назад мне на телевизоре показали все внутренности и заверили в том что явно присутствует воспаление хотя сделаны анализы показали что все отлично но три дня ожидания анализов были адом это было в киеве по приезду в ригу моим врачом стал один из лучших один из лучших и хотя он весьма специфичен он большой профессионал и никогда не хамит а скорость работы гулби меня радует до сих пор гулби это наша лаборатория анализов которые присылают анализы на email буквально мне кажется в тот же день ну за исключением каких-то правда там долгих которые занимают там размножение бактерий в лаборатории в течение там нескольких дней вот ну да врачи бывают действительно разные я тогда еще говорила что каждый человек должен найти своего врача и не факт у тебя получится найти этого врача с первого раза если твоим подругам например подошел один врач не факт что этот человек подойдет тебе итак двигаемся дальше виктория пишет обязательно снимите видео о том как приучали к режиму сна я еще только готовлю стать мамой но этот вопрос с приближением родов волнует обязательно сниму думаю через неделю-две видеоролик поступит уже в эфир следующий комментарий от натальи очень боюсь лишиться своей свободы поэтому затягиваю с рождением ребенка спасибо за столь откровенное видео если вы хотите детей и вот этот страх вас сдерживает настолько чтобы их не рожать но постарайтесь как-то не знаю изучить этот вопрос как-то подготовиться почитать правда может быть посмотрите каналы молодых мамочек которые рассказывают о своем опыте чтобы быть максимально подготовлены и максимально спокойно воспринимать реальность происходящего уже после родов желаю вам удачи и надеюсь что страх не будет вас держивать уж очень долго следующие покупки для новорожденного скажите вы не пожалели что купили это все может что-то было лишнее а что-то не докупили я тоже собираюсь сделать первую покупку на днях первый раз мама живу в америке даже не знаю куда пойти за покупкой если не знаете идите на amazon это сто процентов лучшее место где можно закупаться вещами для детей и видеоролик по поводу того что мне пригодилось что не пригодилось обязательно сниму и в ближайшее время также вы его увидите у меня в эфире а на видеоролик как рождение ребенка изменила мою жизнь она мне пишет не хочу смотреть пока не родила отложу на пять месяцев да ладно не бойтесь смотрите подготовитесь и потом не будет такого шока правда лучше мне кажется посмотреть тем более но мне кажется я не не сильно запугиваю не сильно ужасно все рассказываю поэтому не стоит волноваться так есть акин буги пишет как же вы все правильно описывайте порой кормлю сынку и сама носом клюю а мысль сейчас поезд уснет и я посплю ну хотя бы часик а то с ног валюсь после ночи а сынок бам свеж как огурец но это правда да так свеж как огурец в его планы с патушки сейчас не входит развлекай и не повторяйся кстати да не повторяйся это важная заметка от вас или буду орать прекрасно вас понимаю я тоже вас прекрасно прекрасно понимаю 1 2 3 4 5 6 не пишет самым большим удивлением стало то что ни одна книжка ни один супер специалист или мега многодетная опытная женщина советчик не знает точно что подойдет именно твоему ребенку и только мама может что-то действие действенное придумать своему малышу с помощью интуиции или внезапного озарения порой долгим путем проб и ошибок сто процентов некоторые советчики даже искренне удивляется этому как же так вот у меня было по-другому ну блин вот так вот именно так и происходит поэтому у кого-то малыш ведет себя так у кого-то ведет себя так кому-то подходит это кому-то что-то другое поэтому что тут удивляться нормальная история мне кажется смогли пишет даться в очень адекватно рассказы раскрывайте тему материнства до рождения сына мы с мужем прожили вместе семь лет единственным сдерживающим элементом был наш любимый лабрадор так первые пару лет я еще работала с 9 до 18 а потом ушла в свободный график муж тоже имел либо свободный график либо руководящую должность которая давала некую свободу после рождения сына мой мир перевернулся я ко многому была готова но не к потере свободы которой привыкла мне жутко не хватает путешествий не на курорты а просто смотаться в таллин или вильнюс к друзьям поехать поесть грибной суп в тарту именно этого мне не хватает туалет ванна и кофе понемногу вернулись в мою жизнь это радует но первое время до истерик хотелось горячего кофе которые раньше я не ценила еще сон напряжение дошло до того что от недосыпа я не могла уснуть даже когда была возможность муж меня легко отпускает побродить по магазинам но я до сих пор не могу расслабиться и кайфануть от шопинга все время думаю что надо побыстрее вернуться к своим мужчинам правильным решением для меня стал 10 часов в неделю выход на работу когда сыну было 6 месяцев месяц назад начали водить в садик по одному двум-трем часам эти часы тишины дают возможность только сделать конечно хотелось бы помощи от бабушек но свекровь живет 200 километров от нас а моя мама тысячу могу сказать что только поддержка мужа взаимное уважение помощи дает возможность наслаждаться жизнью такой какой какая она теперь ох с муки спасибо вам огромное на сто процентов во всем с вами согласна и на самом деле вот то что вы пишете пишите что даже когда на час ты отводишь ребенка в садик то столько можно сделать я помню когда я была беременна я смотрел какой-то влог и там девушка говорит вот ребенок уснул и я десять минут села попила чай какой же это кайф а я сидела и думал черт возьми чуть чего она там кайфует но может бабе чай сильно нравится я вот вообще не могла понять в чем кайф 10 минут сидеть и пить чай бред какой-то для меня был просто бред сейчас баба с чаем я тебя очень хорошо понимаю так ну что ж это все комментарии которые я собрала для вас и которые была возможность за недостатком времени для вас прочитать откомментировать вопросы на которые я надеюсь я для вас ответила пожалуйста под видеороликами напишите мне полезны ли для вас вот именно в таком формате наши видео где я читаю и отвечаю на ваши комментарии стоит ли их делать в будущем на сегодня заканчиваю с вами прощаюсь и увидимся с вами уже в следующем моем выпуске всего вам доброго пока